Дискорд. Что это? Продолжение следует... 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 Биологи – это структура ДНК-честка, показывая сходство фрактала, помогая ученым находить айдентичные пары элементов в структуре ДНК, чтобы быстро находить генные коды заключения. Изучая фракталы, анализируя проявление фракталов в окружающей нас действительности, мы обнаружили удовлетворительную связь математически и окружающей нас миром. Фракталы рисуют реальный мир иногда даже лучше, чем традиционная физика или математика. Но не следует забывать о том, что фрактал не более чем упрощение модерной реальности, которая не может претендовать на рон универсального ключа к описанию периода. Мы думаем, что знания и навыки полученные из фрактала помогут ученым более наглядно и легко получить доступ к абстрактным идеям. Спасибо за внимание. Спасибо, все очень хорошо. Дмитрий Сергеевич, извините, пожалуйста, скажите, у нас тест будет завтра или... Нет, 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 хорошо, что вы сказали. Значит, мне прислали расписание тестов, строго по этому расписанию нужно будет действовать. НПИ 13-го с 9 до часу один тест, ну там в 9 и в 12 я поставлю один тест, один раз пройти можно будет с 9 до часу. А НПИ и НКН с 16-го опять же с 9 до 4. Хорошо, спасибо большое. Хорошо, давайте следующий. Алло. Да, да, кто следующий? Ну, не знаю, то есть очереда, я могу, если под час. Выступайте, раз никто, Сергей, скажите, пожалуйста, сегодня доклады сдаются? Значит, сегодня сначала сдаются проекты, а потом пойдут доклады. А, ну хорошо, тогда я потом, потому что у меня докладка. Нет, нет, сейчас проекты вначале, потом доклады. И оставшиеся доклады мы в следующую среду еще дослушаем, у кого еще будет желание. Ну, хорошо, тогда ждем. Проект, есть еще проекты кто? Да, есть проекты, можно ответить? Давайте, да, да. Подержи, подержи. Видно экран? Да. Так, проект номер 3, это НПИ. Докладывать будет Масленникова, да? Да. Значит, тема у нас молекулярная динамика. Масленникова, собственно, метод молекулярной динамики рассматривает поведение Масленникова на микроуровне. Поэтому целью нашего проекта было получить взаимодействие молекул. Собственно, прежде чем мы приступили к реализации, мы задались такими вопросами, это как описывать, собственно, взаимодействие и какие характеристики учитывать. Нами была выбрана потенциал Ленарда Джонса. Масленникова – это простая модель парного взаимодействия неполярных молекул, которая описывает зависимость энергии взаимодействия двух частиц от расстояния между ними. Собственно, данная модель довольно широко используется при компьютерном моделировании, потому что довольно реалистично передает свойства взаимодействия. И, собственно, полученные уравнения нам нужно было бы решить каким-то методом, и был выбран метод Стернера-Аверлие, численный метод решения дифференциальных уравнений. Собственно, реализовывали мы все на языке P5, напоим, какой результат у нас получился. И, собственно, какие итоги работы можно сделать. В первую очередь, то, что разработанный код удовлетворяет поставленные задачи, то есть мы получили модель взаимодействия молекул. И, соответственно, можно также улучшить наш код, допустим, увеличить шаги во времени или же сделать, чтобы частицы врезались в стенки, а не переходить на другой конец экрана, или же вообще использовать другие формулы для вычисления. На этом все. Хорошо, хорошо, но очень, так сказать, кратко-лапидарно получилось. Давайте следующего. Есть у нас еще кто? Да, есть. Доброе утро. Это первый проект НФИБД-0117. Видно? Да. Кто докладывает? Аронова. Всем еще раз доброе утро. Тему нашего проекта неравновесная агрегация фрактала, и я хотела подвести его итоги. Соответственно, я дам резюме на два рассмотренных нами теоретических аспекта, на модель неравновесной агрегации и методы определения фрактальной размерности, после чего покажу результаты программной реализации и сделаю заключение. Напомним, что неравновесная агрегация – это процесс необратимого объединения агрегатов вещества при их столкновении, при котором происходит их рост и ветвление из-за сильного смещения равновесия. Неравновесная агрегация наблюдается во множестве физических процессов – при свертывании молока или крови, при образовании сажи, при электрическом пробое, при гелеобразовании желе и даже при образовании звезд. Мы рассмотрели несколько моделей агрегации. При самой простой диффузионно-ограниченной имеется некая затравочная частица, вокруг которой случайно блуждают другие частицы и прилипают к ней, если оказываются достаточно близко. Химически ограниченная модель похожа на нее, но здесь вероятность того, прилипнет ли частица к затравке, зависит от того, каким концом молекула повернута к другой. Третий тип – это баллистическая агрегация, при которой частицы уже не кружат вокруг затравки, а свободно падают по прямолинейным траекториям. И последняя – кластер-кластерная агрегация, при которой затравок просто не одна, а несколько. Неравновесная агрегация часто результирует в виде фрактала, то есть множестве точек, обладающих свойством самоподобия или часто имеющим дробную метрическую размерность. Мы рассказали о нескольких методах определения этой размерности. В методе подсчета клеток мы заключаем объект в куб, после чего делим его на некоторое число клеток и считаем те из них, которые не пустые. Размерность объекта находится из пропорционального соотношения этих чисел. Его тут можно увидеть на экране. В методе ящиков мы идем из центра объекта, постепенно заключая его во все большие сферы и считая массу той части объекта, которая в них попадает. Размерность находится из следующей пропорции. В методе подсчета частиц мы наблюдаем за ростом агрегата от центра, считаем максимальный радиус кластера и текущее число частиц в нем. Размерность опять-таки вытекает из следующей пропорции. И в последнем экспериментальном методе мы сопоставляем интенсивность рассеянного света, измеренного под разными углами относительно падающего луча, к некоторой физически значимой величине S. С ее вот можно видеть, она зависит от углов по большей части. И размерность D находится из следующего их соотношения. Программно мы реализовали модель диффузионно-ограниченной агрегации DLA, Diffusion Limited Aggregation, и результат действия программы можно видеть в левой части слайда. Очевидно, что процесс является случайным, и агрегат, полученный при каждом новом запуске, будет отличаться от предыдущего. Эти искусственно полученные фракталы можно сравнить с примером естественных, так называемыми вязкими пальцами, формирующимися в ячейке Хелли-Шоу при распределении менее вязкой жидкости в более вязкой. Также программно было реализовано несколько алгебраических фракталов, множество модельброта, множество жюли, горящие корабли, биоморфы и антимодельброт. Ну и в заключении я хотела немного рассказать о том, какого вообще практическое применение фракталов и зачем их изучать. Все уже многократно говорилось о природных фракталах, таких как береговые линии, снежинки, морские водоросли, кровеносные легочные сосуды, горные хребты, океанские волны, молнии, ДНК и так далее. Возможно, вы слышали о том, что на подсознательном уровне мы также считаем фракталы визуально привлекательными. И возможно даже о том, что если человек рассматривает фрактал с размерностью от 1,3 до 1,5, это приводит к снижению физиологического стресса. Однако реже делается акцент на том, что фрактальную геометрию можно не только наблюдать, но и применять, причем не только в различных областях искусства или графическом моделировании так называемых фрактальных ландшафтов, имитирующих естественные объекты и явления. Так, например, фрактальные антенны обладают самоподобной конструкцией для максимального увеличения их периметра, покрытого специальным материалом и принимающего или передающего электромагнитное излучение. Фрактальные антенны очень компактны, широкополосны и применяются в сотовой и микроволновой связи. Похожая идея эффективного увеличения площади используется в конструкции фрактальных транзисторов и теплообменников. Некоторые методы медицинской диагностики, основанные на обработке цифровых изображений, также подразумевают фрактальный анализ. Например, метод обнаружения диабетической ретинопатии, при котором изучаются паттерны в сосудистой сети сетчатки глаза, которые также являются фракталами. Также существует метод обнаружения неизвестных форм жизни, разработанных на основе фрактального анализа. Идея в том, что любая предполагаемая форма жизни, даже внеземная, должна иметь более высокий уровень порядка, чем ее абиотическое окружение. И данный метод позволяет количественно оценить степень разницы энтропии живых процессов и, следовательно, их структурную сложность. Данная концепция может быть применена в будущих исследованиях Марса, Титана и других космических объектов Солнечной системы. Фрактальный анализ, вообще говоря, применяется и для генерации камуфляжных рисунков в неврологии, археологии, сейсмологии, географии, геологии, а также механике разрушения твердых тел и науке о сетях. Список используемых источников. На этом все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Большое спасибо. Есть еще? Нет больше никого, да? Есть еще один. Давайте, давайте. Секундочку. Спасибо. кто-то еще сейчас выступают это не мой к вам да это кто-то тогда я пропущу эти вы что доклад делаете или проект давайте жду проект если нет никого желающего на по проектам заканчиваем да я правильно не давать нет вы или докладываете или нет да 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 там просто кто-то показываю так происходит пока с экрана нет пока еще нет так и так пока еще нету уйди пожалуйста не мешай давно не видно до сих пор но проект номер девять вид на переслать нет вообще ничего поделиться открывай слайд такая проблема прошлый раз тоже было а вы из общежитий что ли подключая у меня хороший ну вот это наверно плохой интернет у меня проводной но попросите кого-то другого выступить вместо вас давайте еще ждем а 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 так давайте проекты закончили будем считать что с этим проектом еще один проект давайте ваш проект давайте давайте с другого пока другой проект видно тоже не видно пока вот видно на первый слайд пожалуйста это проект таки инфы и да так так все видно да так проект номер пять статистическое горение модели мономолекулярной экзотермической химической реакции а в результате выполнения проекта мы построили модель мономолекулярной экзотермической реакции в течение которой группа атомов вещества переходит из одного устойчивого состояния в другое проект был выполнен на языке питон был за основу взят массив молекул ты вещества а от начального момента времени t0 до конечного 30 тысяч в цикле каждая молекула либо реагирует либо не реагирует в результате все молекулы превращаются дать молекул превращаются в вещество в программы были воссозданы следующие случаи первый случай это мономолекулярная экзотермическая реакция в ансамбле частиц в случае нулевой теплопроводности был построен график зависимости числа непрогоревших частиц от времени при температуре тысячи градусов и сравнили полученные графики с теоретическими зависимости построили графики зависимости числа непрогоревших частиц температуры скорости реакции от времени в случае бесконечной теплопроводности внутри области моделирования считая процесс адиабатическим использованные форму для моделирования необходимо иметь генератор случайных чисел с экспоненциальным распределением это можно сделать достаточно просто вычисляя случайное значение текущей энергии по данной формуле а был также использован метод рунги куты он был реализован метод рунги куты 4 порядка с величиной ошибки о 4 предположим что нам обозначена задача каши тогда приближенное значение вычисляется по заданным форму вот реализация метода рунги куты 4 порядка заметим что скорость химической реакции приведенная к одной молекуле постоянно и не зависит от времени реакция происходит при постоянном при постоянной температуре не прерагирующих молекул ты но тогда изменения со временем их числа задается уравнением с известным решением это все также реализовано на это не другой крайний случай когда выделившийся энергия мгновенно перераспределяется между всеми молекулами то есть это случай бесконечный типопроводности а и стенки тепло не проводят были получены графики это график числа не прерагирующих молекул из изменения времени а он на ничто моменту уменьшается также был построен график скорости для случая бесконечной теплопроводности графики не особо ровные так как все это было построено по экспериментальным данным таким образом мы создали модель монумолекулярность монумолекулярной статистической экзотермической реакции были воссозданы два крайних идеальных случая с нулевой теплопроводностью среды и бесконечной у модели есть большой потенциал к улучшению например можно усложнить модель теплопроводности поместив все молекулы в узлы пространства и распределяя постепенно тепло между соседними в каждом шаге все спасибо за внимание спасибо спасибо хотя у вас тоже со связью было не фонтан давайте тогда мы не будем значит последнего слушать или все-таки подключиться у нас человек последний справа тебе шанс ну давайте ждем когда подключится давайте 3 течение трех минут надеюсь он подключится если если что есть еще один проект но я могу подождать тогда давайте ваш проект в начале да хорошо да давайте видно экран до экран видно да у нас седьмая тема вот выступает агеева на слайде видно содержание основная давайте посмотрим какая у нас была научная проблема у проекта основной теории которые на данный момент придерживается научное сообщество является теория большого взрыва согласно ей более 13 почти с половиной миллиардов лет назад вселенная имела очень малые размеры и соответственно невероятно высокие плотность и температуру в результате эволюции звезд возникли газопылевые облака из которых сформировались планетные системы так целью моделирования является построение и не модели и формирование математической точки зрения вот симуляции планетной системы ее развитие за газопылевого облака в ходе работы к нами были рассмотрены два алгоритма на втором этапе мы предполагали что будем использовать алгоритм верле однако при его реализации возникли некоторые проблемы для решения которых ну так получилось что нам пришлось воспользоваться ними алгоритмами и по итогу мы реализовывали метод рунге в котором можно задать величину шага то есть его точность алгоритм верле это чистый метод решения задачи каши для дифференциальных уравнений часто используется для нахождения траектории материальной точки движущейся по закону для вычисления траектории численно моделях молекулярной динамики компьютерных играх основная особенность алгоритм состоит в возможности накладывать на систему точек различные ограничения и при этом алгоритмы работают следующим образом первым действием первым на первом шаге вычисляются новые положения тел затем для каждой связи удовлетворяется соответствующие ограничения то есть расстояние между точками делается таким каким оно должно быть а затем вот это вот вот это все повторяется несколько раз и тем тем самым все условия удовлетворяются вот однако по итогу мы решили использовать этот гикут и который позволяет задать величину шага то есть точность и так как для построения модели нам необходимо проинтегрировать две важные характеристики это скорости положения то нам надо часто находить эти значения нам не особо важна точность нам важно важна возможность регулирования отношений точности и скорости в нашей модели все взаимодействия частиц считаются неупругими частицы после столкновения сливаются в одну таким образом необходимо находить характеристики образовавшиеся частицы вот на слайде обозначена формула для нахождения координат этой точки скорости и радиуса новые частицы в итоге в ходе проекта мы исследовали процесс образования планетности из-за газа полевого облака и создали ее модель несмотря на то что у нас возникли небольшие проблемы с применением алгоритмов мы расценим это как получен опыт и знания так как мы изучили несколько метод в итоге нам удалось успешно реализовать наш проект спасибо спасибо да и так есть у нас человек который все-таки хотел нет нет у нас человека да но тогда проект был тонко договора не кричите не кричите пожалуйста проекта мы считаем закончены у нас там очередь на доклады пожалуйста по очереди как записывались кто первый они нельсон первый нельсон давайте вас слушаем да 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 давайте файл портал нельсин вы много ошумели но почему-то не подключаетесь я я подключил я об этом нельсин вышел просто отключился давайте кто следующий давайте я там по списку давайте видно да отлично я хотел бы рассказать про клеточный автоматом клеточные автоматы впервые эту идею сформулировал джон фон нейман в середине прошлого века затем описав их своей работе теория самопроизводящийся автомата в 1971 году в дальнейшем теория клеточных автоматов развивалась и описывалась кон конродом цуза и стивеном вольфраум их исследования во многом пересекаются но несмотря на то что ту завел их на 20 лет раньше именно вольфрам сумел изложить суть изыскания популярна и привлечь к ним внимание широкой общественности большой интерес к ним вызван тем что такие автомат является универсальной модели параллельных вычислений подобно тому как машины тюринга является универсальной модели для последовательных вычислений устройство клеточного автомата количество 20 стоит из бесконечной в решетке клеток каждая из этих клеток находится в одном из нескольких возможных состояний с каждым шагом все клетки одновременно меняет свое состояние в соответствии с набором некоторых правил называемых функций перехода задаваемой булевой формула и имеющийся в качестве входных параметров состояния соседних клеток и возможно состояние самой клетки на предыдущем шаге видим из того что преобразование происходит параллельно достигается за счет того что новые значения состояний для каждой клетки замещать старый после завершения последовательного вычисления новых testerень для каждой клетки и реализация На первом шаге вводятся два массива для хранения состояния клеток. Первый содержит текущее состояние каждой клетки, второй новое. На втором определяется функция перехода в клетки решетки. Она сдается в виде булевой формулы и вычисляется новое состояние для конкретной клетки, используя в качестве входных параметров текущее значение состояния сосредних клеток, возможно, включая текущее состояние этой клетки. В третьем пункте на нулевом шаге производится заполнение первого массива начальными данными, то есть заполнение решетки. На четвертом для вычисления новых состояний вводится цикл. На очередной итерации этого цикла для каждой клетки с помощью функции перехода вычисляется ее новое состояние. На пятом шаге, после завершения итерации заполнения второго массива, значение из всех элементов второго массива переносится в первый массив. И на шестом осуществляется визуализация содержимого решетки. Клеточные автоматы бывают трех видов – одномерные, двумерные и трехмерные. В одномерном клеточном автомате решетка реализуется одномерным массивом. В ней каждая клетка имеет ровно два соседа. Для устранения краевых эффектов, вылезающих из решетки, клетки возвращаются с другой стороны. В двумерном клеточном автомате решетка реализуется двумерным массивом. В ней каждая клетка имеет восемь соседей. Для устранения краевых эффектов решетки заворачиваются в торт. Иногда удобнее рассматривать не всех соседей клетки, а только главных. В таком случае мы получаем окрестности с четырех клеток. И так же существует трехмерный автомат. В трехмерном клеточном автомате решетка реализуется трехмерным массивом. Трехмерный клеточный автомат позволяет моделировать пространственные процессы. Клещные автоматы классифицируются с памятью и без памяти. Клещные автоматы с памятью во всех рассмотренных выше примерах функций перехода в каждой клетке наряду с входными переменными соответствуют состояние клетки и ее окрестностей. Входят также и перемены, отражающие состояние самой клетки. Поэтому этот класс клещный автомат называют автомат с памятью. Принципиально иной класс клещных автоматов возникает при условии отказа от использования состояния данной клетки в качестве входной переменной функции перехода. Такой класс называют клещные автоматы без памяти. Например, самый популярный пример клещных автоматов это игра жизнь, созданная Джоном Конвием. В нем, как и во всех рассмотренных выше, клетки могут находиться в двух состояниях. Функция перехода в клеток реализуется следующим условием. Если данная клетка мертва, находится в состоянии 0, то она оживет, придет в состояние 1, при условии, что у нее имеются 3 живых соседа. Если данная клетка жива, то она останется живой только при условии, что у нее есть 2 или 3 живых соседа, в противном случае же она умрела. Клещные автоматы могут применяться при моделировании процесса горения различного характера, при исследовании биологических процессов и при моделировании распространения слухов и новостей. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Дальше я по очереди иду. Здравствуйте. Да, давайте. Видно? Да. Слушаем. Что-то случилось у вас, нет? Все зависло. Кирилл, что-то случилось? Нет. Отвалился, Кирилл. А я дико извиняюсь, я подключился с проектом. Можно ли попробовать проект? Давайте, проект, давайте тогда. Пока. А потом Кирилл подключится опять. Так, а вот сейчас. Так, ну пока мы видим, что вы подключаетесь, пытаетесь, но пока вы не подключились. Сейчас вы вылетели вообще. Так, пытаетесь. Нет, нет, пока вы не подключились, но пытаетесь. Все, еще нет, да? Нет, к сожалению. Я не понимаю, почему так происходит, это уже с другого компьютера даже. Но сеть-то одна и та же. А кто-нибудь другой, из другого конца мастера даже. Давайте тогда опять к докладам вернемся. Так, я вылетел в прошлое. Да, вы вылетели, да, почему-то. Давайте еще раз мы вас пытаемся подключить. Да, видно. Модель сегрегации шеллинга. Прежде чем начать раскрывать суть модели сегрегации шеллинга, стоит отметить, что данная модель является частью агента ориентировочного программирования, моделирования. Сокращенно АОМ, относящегося к классу моделей, основанных на индивидуальном поведении агентов и создаваемых для компьютерных симуляций. Основная идея, лежащая в основе АОМ, заключается в построении вычислительного инструмента, представляющего собой совокупность агентов с определенным набором свойств и позволяющего проводить симуляцию реальных явлений. При этом сами модели, используя простые правила поведения агентов, могут выдавать весьма интересные результаты. Модель сегрегации шеллинга, также известная как типинг-модель, описывающая процесс сегрегации, модель требует специального компьютерного программного обеспечения для реализации. Оно представляет собой систему динамических взаимодействующих агентов. Это один из клеточных автоматов, специально предназначенных для изучения важных социальных феноменов. Данная модель была впервые разработана Томасом Шеллингом в 1970-х годах и представлена в книге «Микромотивы и макроповедение» в 1990-1978. В то время в США было распространено такое явление, как гетто. Шеллинг наблюдал за этим процессом и в результате пришел к выводу, что черные районы образуют из-за непоголовной вражды людей разного цвета кожи. Из-за этого, что человек отдает предпочтение тому месту проживания, где его соседи будут похожи на него люди. В результате все расстеляются рядом с себе подобным и все счастливы. Модель сегрегации Шеллинга, отражающая этот процесс, очень проста. Перед нами поле, разбитое на N клеток. Каждая клетка либо пуста, либо заинтеза с агентом с определенным цветом кожи. Если у агента отношение числа от соседей с его цветом кожи к числу соседей меньше некоторого порога, то агент переезжает на любую пустую клетку. В результате действия таких простых правил образуется тотальная сегрегация. В силу того, что вопросы цвета кожи утрачивают свою бывую актуальность, модель все чаще используется не для описания поведения людей разного цвета кожи, а для описания поведения представителей разных профессий, языков, увлечений и т.д. Модель Шеллинга в западных исследованиях широко используется для имитации большого количества явлений и процессов, сегрегация, симуляция, потребительское поведение, эволюция социальных сетей и прочее. Некоторым исследователям позиционируется как основной инструмент изучения скороточной институциональной трансформации. В России наибольно известен лишь в частном случае типинг модели – модель шахматной доски. В целом методология типинг-моделирования не используется в отечественных социо-историко-политологических исследованиях, нет даже общепринятого перевода названия модели. Однако, к сожалению, даже у столь чудесной модели есть серьезные недостатки. Важнейшим недостатком можно назвать отсутствие какой бы то ни было ассимиляции. Если человек окружен иноязычными соседями, то ему легче выучить их язык через место жительства. В современном мире и влияние на принятие человеком решений оказывает не только физические соседи, но и интернет. Таким образом, у человека должно быть так называемое интернет-соседи. На действия человека влияют также его личные качества или качества, присущие людям его группы, например, упорство или толерантность. Но в классической модели они попросту отсутствуют. Эти три недостатка делают классического модели шейнинга менее актуальны в наши дни. Тем не менее, сама идея подобной модели очень простая и интересная, и она нуждается в новой реализации. Имея на руках все необходимые данные, рассмотрим реализацию модели на примере города Н. В городе Н существуют две религиозные конфессии. Мусульмане и христиане. В северной части города расположены 35 мечетей, в то время как православных храмов в городе значительно больше, и они распределены равномерно по всему городу. Данный факт связан с историей города и с тем, что потребуют преобладающие часть населения страны православные люди. Исходя из этих данных, воспользовавшись моделью сегрегации шейнинга, можно заметить, что в северной части города живет около 75% всех мусульман города Н, поскольку именно в этой части преобладает количество храмов, необходимых для выполнения определенных обрядов, связанных с вероисповеданием. Более того, данные выбора проживания также являются более комфортными для мусульман, поскольку их сосредоточение находится именно в северной части города, где у них может спокойно формироваться общины и дружеские связи, гораздо более дружеские, чем с кем-либо еще в контексте религии. Все, спасибо. Спасибо. Можно я последнюю попытку сделаю по проекту? Да, давайте последнюю попытку, мы послушаем. Сейчас Ника подключит экран. Все. Проект номер 9. Рост дендритов. Этап 4. Следующий слайд. Общая характеристика дендритов. По внешнему виду и особенностям процесса роста, дендриты представляют собой нечто среднее между обычными четкими ограненными кристаллами и фрактальными кластерами. В них сочетается шероховатая на микроуровне поверхность и выраженная структура на больших масштабах, связанная с наличием анизотропии. Следующий слайд. Общее описание модели. Вспомним правила моделирования дендрита на квадратной решетке. Первоначально имеется единственный точечный зародыш, который представляет собой центральную клетку решетки. Частица определяется как квадратная клетка с единичной стороной. Частица стартует из случайной клетки на краю решетки и совершает случайное обуждание по решетке до тех пор, пока она не соприкоснется с одной из частиц кластера или группой соседствующих частиц. Процесс прекращается, как только кластер достигает в своем росте края решетки. Следующий слайд. Формула роста дендрита. Нам было известно, что для роста необходима затравка, небольшая затвердевевшая область на границе, которая происходит, дальнейшая кристаллизация. Данная формула дала нам возможность сделать вывод, что узел, расположенный на границе, меняет свое состояние с жидкого на твердое, если температура на границе меньше равновесной. Причем разница тем больше, чем больше скорость затвердевания. Дальше. Вот это наша собственная реализация множества жули на языке Python. Слева код, справа то, что мы получили. Это как раз-таки пример дендрита. Следующий слайд. И все. Спасибо за внимание. Можно? Все, да? Да, спасибо. Давайте следующий. Да, следующий. У меня слышно? Да, да, слышно, но не видно пока. Да, но мне сначала... Да, 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 конечно, да. Значит, я проставил, когда тест будет, посмотрите, пожалуйста, ознакомьтесь с временем теста по группам. Мне нужен статус выступающего, чтобы экран показать. Так, а у вас нет этого статуса? Еще нет, да. А, можно сейчас я начну. Ну, сейчас по очереди. Все окей? Так, видно. Отлично. Тема «Аукцион первой цены». Группа. Извините, пожалуйста. А, НКН БД 0117. Тема «Аукцион первой цены». Что такое «Аукцион первой цены»? Этот аукцион является закрытым, то есть ставкой, которую делают участники, ненаблюдаемы. Каждый участник подает свою ставку в конверте и ничего не знает о том, что поставили другие. Объект достается тому, кто укажет в своем конверте максимальную сумму. Эту сумму победителю придется заплатить за право обладания им. Примером того, что продают на аукционах первой цены, могут послужить государственные контракты, государственные ценные бумаги и собственность. Как стоит себя вести на аукционе первой цены? Казалось бы, у каждого есть и стимулы написать в своем конверте точное число, свою готовность платить за объект, потому что именно в этом случае вероятность выиграть максимальная. Если что-то перебьет вашу готовность платить, то вам не будет смысла торговаться с ним. Однако вам все же хочется заплатить поменьше. Ведь вдруг вы цените объект в 1000 рублей, а следующая по величине ставка 500. Тогда вам, конечно же, хотелось бы написать в конверте что-нибудь вроде 501, чтобы получить желанный объект по меньшей цене. То есть писать свою максимальную готовность платить получается не очень выгодное, есть и стимулы ее немного занижать. Что же делать? Давайте рассмотрим совсем уж абстрактный пример аукциона первой цены. Есть два агента А и Б. Ценность объекта для каждого из них составляет ВА и ВБ соответственно. Каждый из них знает, насколько он ценит объект, а по-другому предполагает, что его ценность равномерно распределена на отрезке от 0 до 1. То есть с одинаковой вероятностью может оказаться любым числом из этого отрезка. Проводится аукцион первой цены и каждый из них пишет свою ставку в конверте. Побеждает тот, кто напишет число больше, чем конкурент. Обозначим ставки каждого из игроков ВА и ВБ. Если первый получает объект, то его выигрыш, разность его ожидания, ценности, которые он закладывает, и его ставки. Но для этого должно выполняться неравенство ВА больше, чем ВБ. То есть его ставка должна превышать ставку оппонента. Тогда мы можем посчитать ожидаемый выигрыш игрока А. ВА это есть разность его ожидания и его ставки, умноженные на вероятность того, что его ставка перебьет ставку оппонента. Из полученной формулы хорошо проглядывается противоречие в стимулах участника. С одной стороны, хочется написать цифру поменьше, ведь тогда первый множитель фактически выигрыш. Эта часть будет больше. С другой, хочется написать цифру поменьше, чтобы повысить вероятность выигрыша. Будем пытаться найти такие КА и КБ, чтобы, написав конверт свою ценность с этим коэффициентом, агент получил максимально ожидаемый выигрыш. В этом случае для агента А вероятность БА больше, чем АББ равна вероятности того, что БА будет больше, чем произведение КБ на ВБ. И в итоге это будет равняться БА, деленное на КБ. Ведь ВБ, то, как оценивает его оппонент, объект, равномерно распределена на отрезки от 0 до 1. Получается, нам надо найти максимум функции ПА, разность ВА и БА, умноженная на БА, деленная на КБ. Мы уже видели такие функции много раз. В нашем случае это квадратичная функция относительно БА. Старший коэффициент отрицательный, а значит максимальное значение функции достигает вершине. Получается, что его ставка будет равна его ожидания, деленное на 2. Поскольку для второго агента ситуация абсолютно симметрична, получаем, что и ставка его оппонента будет равна его ожидания, деленное на 2. Получается, в этом случае каждому выгодно написать в конверт лишь половину от истинной ценности объекта для него. Ничего хорошего для аукциониста в этом, конечно же, нет. Однако мы рассмотрели пример с довольно специфическими допущениями. Равномерно распределенные ожидания симметричны игроки. В жизни же игроки и их предпочтения устроены несколько более сложно. Поэтому и оптимальные платежи могут быть самыми разными. Поскольку за товар часто конкурируют люди, ценящие ее достаточно высоко и ожидающие от своих конкурентов высокого оценивания данного товара, ставки на реальных аукционах обычно значительно выше половины от готовности покупать или платить. Вот так. Спасибо. Спасибо. Тут Папикян хотел. А может я задолжен. Папикян с проектом проснулся. Пожалуйста. Давайте ему проект Папикяна посмотрим. Не слышно опять. Видно, но не слышно. В прошлый раз было так же плохо. Может я начну. Подождите. Проект, давайте примем и все. Очень плохо слышно. Давайте чуть-чуть погромче. Даже проверял перед этим занятием, специально звонил и проверял с другим людям. Не знаю, что делать. Хорошо, давайте тихо говорить. Громче говорите просто. Хорошо, громче говорю. Образование планетной системы. Проект номер какой? Номер седьмой. Итак. Нам нужно было сделать систему частиц и сделать так, чтобы они образовали планетную систему. Вот здесь написано, что нам нужно было сделать. Написано неправильно, но мы пойдем дальше. Вот формулы, которые мы использовали. Про них мы уже рассказывали. Вот здесь есть второй закон Ньютона, алгоритм Верлем, который мы, кстати, не использовали. Здесь вы можете видеть куски кода, которые мы вам тоже показывали. Вот это скриншот того, что у нас было. У нас много таких кадров, частицы крутятся друг вокруг друга, образуют в итоге какие-то планеты. Вот. И в принципе проект был выполнен успешно. И спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, на них мы ответим. Я отвечу. Как я понимаю, краткость ваша сестра. Да. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. А можно продолжить? Да, давайте, да. Только демонстрацию хотелось бы получить разрешение. А почему под своим логином не зашли? Под своим. Это не корпоративный логин? Не корпоративный. У вас не корпоративный. Надо под корпоративным. То есть под РДНовским. То есть мне сейчас надо выйти. Выйти и зайти под РДНовским, да. Или на сеть? Под РДНовским зайти. Тогда можно в следующем повысить, а потом вот пусть он будет после меня. Давайте. Сейчас. Видно, да, получается? Да, видно. Ага, отлично. Дилемма заключенного выполнил Шмаков Евгений Владимирович НК. Идея, что человеческое поведение может быть полезно проанализировано математически, получила большой авторитет после применения и исследования операций во время Второй мировой войны для улучшения военных операций. Один известный пример. Были обнаружены подводные лодки в Бискайском заливе. Казалось, имеет смысл, чтобы патрулировать районы, где подводные лодки наиболее часто видели. Тогда было отмечено, что больше всего замечено подводных лодок зависит не только от количества подводных лодок в данном районе, но и от количества глаз, видевших их, то есть плотность патрулирующих. Создание определенного резерва на плотность патрульных показалось, что патрули стали более эффективными, то есть находили больше подводных лодок за патруль в других областях. Создание соответствующих корректировок повысило общую эффективность. Дерема заключенного – это фундаментальная проблема в теории игр, согласно которой иррациональные игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах. Предполагается, что игрок, то есть заключенный, максимизирует свой собственный выигрыш, не заботясь о выгоде других. Суть проблемы была сформирована Мерилом Фладом и Мелвином Дрэшером в 1950 году. Название дилемме дал математик Альберт Такер. В дилемме заключенного предательство строго доминирует над сотрудничеством, поэтому единственное возможное равновесие – предательство обоих участников. Проще говоря, каким бы ни было поведение другого игрока, каждый выиграет больше, если предаст. Поскольку в любой ситуации предать выгоднее, чем сотрудничать, все рациональные игроки выберут предательство. Ведя себя по отдельности рационально, вместе участники приходят к нерациональному решению. Если оба предадут, они получат в сумме меньший выигрыш, чем если бы сотрудничали в этом и заключается дилемма. Стратегия дилеммы заключенного. Двое заключенных разделены на отдельные помещения и не могут общаться друг с другом. Нормальная игра показана в таблице на слайде. Предполагается, что оба заключенные понимают природу игры, не имеют никакой лояльности друг к другу и не будут иметь никакой возможности возмездия или вознаграждения вне игры. Независимо от того, что другие решают, каждый заключенный получает более высокую награду, предав других, то есть перебегает. Рассуждение предполагает довод дилеммой. Б будет либо взаимодействовать, либо предаст. Если Б сотрудничает, А должен предать, потому что событие бесплатно, то есть не служить или не сидеть. Оно лучше, чем служить один год. Если предает Б, А должен также предать, потому что служить два года лучше, чем служить три. Так или иначе, произойдет предательство. Параллельное рассуждение показывает, что Б должен предать. Поскольку отступничество всегда приводит к лучшему подкупу, чем сотрудничество независимо от выбора другого игрока, это доминирующая стратегия. Примеры дилеммы. В политическом реализме, к примеру, сценарий дилеммы часто используется для иллюстрации проблемы двух государств, вовлеченных в гонку вооружений. Оба государства будут заявлять, что у них есть две возможности. Либо увеличить расходы на военные нужды, либо сокращать вооружение. При этом очевидным образом выполняются постулаты дилеммы заключенного. То есть Д большая больше С, больше Д маленькой, больше С маленькой. Д большая, это мы вооружились, а противник нет. Наилучший исход, наибольшая безопасность. С большая, никто не вооружился. Следующий по предпочтительности исход. Д маленькая, оба вооружились. Плохо, но не катастрофично. И С маленькая, мы не вооружились, а противник вооружился. Катастрофический исход. С точки зрения стороны А, если сторона Б не вооружается, то для А выбор идет между Д большой и С большой. Лучше вооружаться. Если же Б вооружается, то для А выбор идет между Д маленькой и С маленькой. Опять-таки, лучше вооружаться. Тем самым при любом выборе Б для стороны А выгоднее будет вооружаться. Ситуация для стороны Б совершенно аналогичная. В итоге обе стороны стремятся к военной экспансии. Повторяющаяся дилемма заключенного. В книге «Эволюция кооперации» 1984 года Роберт Аксельрот исследовал расширение сценария дилеммы, которую он назвал «Повторяющаяся дилемма заключенного». В ней участники делают выбор снова раз за разом и помнят предыдущий результат. Аксельрот пригласил академических коллег со всего мира, чтобы разработать компьютерные стратегии, чтобы соревноваться в чемпионате по повторяющейся дилемме заключенного. Программы, вошедшие в него, различались по алгоритмической сложности, начальной враждебности, способности к вращению и так далее. Аксельрот открыл, что если игра повторялась долго среди множества игроков, каждый с разными стратегиями, жадные стратегии давали плохие результаты в долгосрочном периоде, тогда как более альтруистические стратегии работали лучше с точки зрения собственного интереса. Он использовал это, чтобы показать возможный механизм эволюции альтруистического поведения из механизмов, которые изначально чисто эгоистически, через естественный отбор. Условия для стратегии с высоким результатом. Анализируя стратегии, набравшие лучшие результаты, Аксельрот назвал несколько условий, необходимых, чтобы стратегия получила высокий результат. Первое – это добрая. Важнейшее условие – стратегия должна быть доброй. То есть не предавать, пока этого не сделает оппонент. Почти все стратегии лидера были добрыми. Поэтому чисто эгоистическая стратегия, по мнению, по чисто эгоистическим причинам, не будет первый бить соперника. Второе – мстительная. Успешная стратегия не должна быть слепым оптимистом. Она должна всегда мстить. Пример прощающей стратегии – всегда сотрудничать. Это очень плохой выбор, поскольку подлые стратегии воспользуются этим. Третье – прощающая. Другое важное качество успешных стратегий – уметь прощать. Отомстив, они должны вернуться к сотрудничеству, если оппонент не продолжает предавать. Это предотвращает бесконечное общение друг с другом и максимизирует выигрыш. Четвертое – независливо. Последнее качество – не быть зависливым. То есть не пытаться набрать больше очков, чем оппонент. Таким образом, акселерот пришел к утопично звучащему выводу, что эгоистичные индивиды в имя их же эгоистичного блака будут стремиться быть добрыми, прощающими и независливыми. Если в одноходовой игре в любом случае доминирует стратегия «предать», то в многоходовой оптимальная стратегия зависит от поведения других участников. К примеру, если среди населения все друг друга обманывают, а один ведет себя по принципу око-за-око, он оказывается в небольшом проигрыше из-за потери на первом ходе. В такой популяции оптимальная стратегия всегда предавать. Если же в обществе исповедующих принцип око-за-око больше, то результат уже зависит от их доли в обществе. Определить оптимальную стратегию можно двумя путями. Первое – равновесие bias и nation. Если определено статистическое распределение встречаемого поведения, например, 33% око-за-око, 33% обманывают и 33% всегда сотрудничают, то стратегию можно вычислить математически. Этим детально занимается теория эволюционной динамики. Также можно вычислить по методу Монте-Карло. По методу Монте-Карло делались симуляции популяции, где индивиды с низкими результатами вымирали, а с высокими воспроизводились, то есть использовался генетический алгоритм поиска оптимальной эволюционной стратегии. Структура поведения в конечной популяции зависит от структуры в начале. Психология обучения и теории игр. Если игроки могут оценивать возможность предательства со стороны других игроков, на их поведение влияет опыт. Простая статистика показывает, что неопытные игроки обычно ведут себя чрезмерно хорошо или плохо. Если они все время будут действовать так, то проиграют. Из-за своей излишней агрессивности или излишней доброты. С получения большего опыта они реально оценивают вероятность предательства и добиваются лучших результатов. Ранний розыгрыш сильнее влияет на неопытных игроков, чем более поздний на опытных. Это пример, почему ранний опыт имеет такое влияние на молодых, и почему они особенно уязвимы для немотивированной агрессии, иногда сами становятся таким же. Можно уменьшить вероятность предательства в популяции при помощи сотрудничества в ранних играх, позволив укупить доверие. Следовательно, самопожертвование может в некоторых ситуациях усилить моральный дух группы. Если группа маленькая, на позитивное поведение с большей вероятностью ответят взаимность, чтобы ощутить индивидов на дальнейшее сотрудничество. Это связано с еще одной дилеммой, что хорошее отношение без причины – это потакание, которое может ухудшить моральные качества. Эти процессы – главное поле интереса взаимного альтруизма, группового отбора, семейного отбора и этики. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Спасибо. Следующий у нас Кузьмин. Да. Алло. Алло. Кузьмин, есть тебя? Да, да. Ждем вас. Да, я начинаю. Пошла демонстрация. Пока еще нет. Да, да, да. Так, да. Теорема Фишера. Теорема Фишера для нормальных выборок математической статистики – это утверждение, характеризующее распределение выборочной дисперсии. Формулировка. Пусть от х1 до х1 – это множество. Независимая выборка из нормального распределения. Пусть х-черточка выборочная средняя, а с квадрат – не смещенная выборочная дисперсия. Тогда имеем следующую формулу. Случайная величина х-черточка и с квадрат независима, а случайная величина имеет распределение х квадрат с n-11 степенями свободы. Нормальное распределение, также называемое распределением Гаусса или Гауссова-Пласса, распределение вероятности, которое в одномерном случае задается функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса, указанной на экране. Таким образом, одномерное нормальное распределение является двухпараметрическим семейством распределений, которое принадлежит экспоненциальному классу распределений. Доверительный интервал для дисперсии нормальной выборки. Пусть от х1 до х1 независимая выборка из нормального распределения, где μ известная средняя, тогда определим произвольную α, принадлежащую множеству 1 до 1, и построим α-доверительный интервал для неизвестной дисперсии σ2. Утверждение. Случайная величина имеет распределение х квадрат от n, тогда пусть х квадрат от α и n, α квантере этого распределения, тогда мы имеем следующую формулу. После подстановки выражения для h и несложных алгебраических преобразований, получаем следующее выражение. Доверительный интервал для дисперсии нормальной выборки. Пусть от х1 до х1 независимая выборка из нормального распределения, где μ и σ2 независимые константы. Построим доверительный интервал для неизвестной дисперсии σ2. Теорема Фишера для нормальных выборок случайная величина со следующей формулы, где s2, несмещенная выборочная дисперсия, имеет распределение х квадрат от n минус 1. Тогда имеем данную формулу. И после подстановки выражения для h и несложных алгебраических преобразований, получаем следующую формулу. Теория временных предпочтений Фишера. Если потребитель имеет возможность занимать средства и накапливать выражения, уровень потребления зависит от количества ресурсов, которыми он располагает в течение жизни. Критерии Фишера. С помощью критерия Фишера оценивают качество регрессионной модели в целом и по параметрам. Для этого выполняется сравнение полученного значения f и табличного f-значения. f-критерий Фишера, где f фактически определяется изношение значений, факторные и остаточные дисперсии, рассчитанных на одну степень свободно. В данной формуле n-число наблюдения, m-число параметров при факторе x. f-табличный – это максимальное значение критерия под влиянием случайных факторов при текущих степенях свободы и уровня значимости a. Уровень значимости a – это вероятность не принять гипотезу при условии, что она верна, а, как правило, принимается равной 0,05 или 0,01. Если f-табличный больше, чем f, фактически тогда признается статистическая незначимость модели ненадежность уравнения регрессии. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Следующий у нас Ерметов, да? Есть у нас нет такого, я не вижу. Тогда следующий… Уточкина. Здравствуйте, моя следующая часть. Да, давайте. Видно сейчас? Да, пока презентацию не видно. Угу, ну, это правда. Да. Угу, сейчас. Хорошо. Значит, у меня тело-сетевая модель данных. А сетевая модель данных – это логическая модель данных, являющаяся… А можно на весь экран растет? Нет? f11 там или что там? Да, у нас еще… Нет, ладно, ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно, неважно, давайте, да, так. Извините, что прервал. Сетевая модель данных – это логическая модель данных, являющаяся расширением инорхического подхода, строго математическая теория, описывающая структурный аспект, аспект целостности, аспект обработки данных в сетевых базах данных. Сетевая модель представляет собой структуру, у которой любой элемент может быть связан с любым другим элементом. Сетевая база состоит из набора записей, которые связаны между собой так, что записи могут задержать явные ссылки на другие наборы записей. Тем самым набор записей образует сеть. Структура сетевых баз данных. Сетевые базы данных имеют достаточно простую структуру. Структура сетевых баз данных состоит из четырех компонентов, то есть сетевой модели используют четыре типа структур данных, два из которых являются главными, и два, если можно сказать, неглавными. Главные типы структур и сетевых данных – это запись и набор. Вспомогательный тип структур сетевой модели данных, которые используются для построения главных структур – это элемент данных и агрегат данных. Сама структура сетевой базы данных выглядит так, вот как нарисовано у меня здесь. Пять элементов структуры сетевой модели данных образуют саму базу данных. Здесь посмотрим на каждый из типов структур сетевых баз данных. Основные элементы сетевой модели данных. Элемент данных – это минимальная информационная единица, доступная пользователю. Если проводить аналогию с релизационной базой данных, то элемент данных – это один столбец таблицы релизационной BD. Агрегат данных – это именованная совокупность элементов данных внутри записи или другого агрегата, который можно рассматривать как единое целое. Имя агрегата используется для его идентификации в схеме структуры данного более высокого уровня. Агрегат данных может быть простым, если состоит только из элементов данных, и составным, если включает в свой состав другие агрегаты. Пример агрегата данных сетевой модели данных представлен на слайде. На данном рисунке видно, что дата – это агрегат данных структуры сетевой модели, а день, месяц и год – это элемент данных сетевой базы данных. Запись. Совокупность агрегатов или элементов данных, содержащих некоторую сущность предметной области. Иными словами, запись – это агрегат, который не входит в состав никакого другого агрегата и может иметь сложную иерархическую структуру. Тип записей – это совокупность подобных записей. Набор – именованная двухуровневая иерархическая структура, которая содержит запись владельца и запись членов. Наборы отражают связи – один ко многим и один к одному – между двумя типами записей. Наборы бывают следующих видов – с одними и теми же типами записей, но разными типами наборов. Наборы из трех записей и более, в том числе с обратной связью. Сингулярный набор. У такого набора нет естественного владельца, в качестве него выступает система. В дальнейшем такие наборы могут приобрести запись владельца. Особенности построения сетевой модели данных. База данных может состоять из произвольного количества записей и наборов различных типов. Связь между двумя записями может выражаться произвольным количеством наборов. В любом наборе может быть только один владелец. Типы записи могут быть владельцем в одних типах наборов и членом в других типах наборов. Тип записи может не входить ни в какой тип наборов. Допускается добавление новой записи в качестве экземпляра владельца, если экземпляр члена отсутствует. При удалении записи владельца удаляются соответствующие указательные экземпляры членов, но сами записи членов не уничтожаются. Сингулярный набор. Операции над данными сетевой модели. Операция «Запомнить» позволяет занести в базу данных новую запись и автоматически включить эту запись в групповые отношения, где она объявлена подчиненной соответствующим режимом включения. Операция «Включить групповое отношение» позволяет существующую запись связать с записью владельца. Операция «Переключить» дает возможность подчиненную запись связать с записью владельцем в том же групповом отношении. Операция «Обновить» изменяет значение элементов записи, существующих в базе данных. Операция «Извлечь» позволяет последовательно извлечь запись. Запись можно извлечь по значению первичного ключа или использовать групповые отношения, в которых они участвуют. Так от владельца можно перейти к записям членам, а от записи члена перейти к владельцу группового отношения. Операция «Удалить» дает возможность убрать из баз данных ненужную запись. Операция «Исключить из группового отношения» позволяет разорвать связь между записью владельцем и записью члена группового отношения, сохранив обе в базе данных. Пример сетевой базы данных. На этом рисунке показаны три типа записи. Отдел, служащий и руководитель и три типа связи. Состоит из служащих, имеет руководителя и является служащим. В типе связи состоит из служащих, типом записи предком является отдел. А типом записи потомкам – служащие. Элемент этого типа связи связывает экземпляр типа отдел со многими экземплярами типа записи служащий, соответствующими всем служащим данного отдела. В типе связи имеет руководителя, типом записи предком является отдел. А типом записи потомкам – руководитель. Экземпляр этого типа связывает экземпляр типа записи отдел с одним экземпляром типа записи руководитель, соответствующим руководителю данного отдела. Наконец, в типе связи является служащим типом записи предков является руководитель. А типом записи потомкам – служащие. Экземпляр этого типа и связывает экземпляр типа записи руководитель с одним экземпляром типа записи служащие, соответствующим тому служащему, которым является данный руководитель. Таким образом, достоинством сетевой модели данных является возможность эффективной реализации по показателям затрат памяти и оперативности. А недостатком сетевой модели данных является высокая сложность и жесткость схемы базы данных, построенных на ее основе. Все. Спасибо. Кто у нас следующий? Кулаевская. Здравствуйте, по очереди меня хорошо слышно. Да. Включаю. Меня зовут Кулаевская. Так, черный экран, черный экран, черный экран. И рука бегает по экрану, курсор и черный экран. Давайте вы опять с фулл-скрина переведете на не фулл-скрин. Вот так вот, оставайтесь вот так вот, вот так, все видно, да. Отлично. Кулаевская Ксения, группа НПИ-0117. Я представляю вам доклад на тему аукцион второй цены. Аукцион – это публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства и других объектов, которые производятся по заранее установленным правилам аукциона. В общем, для всех аукционов принципом является принцип состязательности между покупателями. Виды аукционов по сумме оплаты. Аукцион первой цены – это находится заявка с самой высокой ценой и товар продается по этой цене. Аукцион второй цены – из всех заявок выбрана самая высокая и товар продается тому, кто ее предложил. Но цена продажи – вторая по величине заявка. Аукцион «Викри» – это закрытый однораундовый аукцион, которым право на покупательные цены, делавшие наибольшую ставку. Но товар достается ему по второй наибольшей ставке. Притворен американским экономистом Уильямом Викри. Аукцион второй цены проводится по следующим правилам. Участники одновременно выдвигают заявки с ценами, которые они готовы заплатить в товар, выставленный на аукционный торг, побеждает заявка с первой наибольшей ценой. Однако победивший игрок выплачивает за приобретаемый товар второй по величине цену при упорядочении заявленных цен по убыванию. В том случае, если наибольшее значение достигается одновременно на нескольких заявках, то для определенности можно полагать, что победитель среди них определяется случайным образом, например, с использованием генератора равновероятных случайных чисел, монетка, игральная кость и тому подобное. Как определяется прибыль участника? Рассмотрим механизм аукционной Викри. Если участник I подаст ставку PI, то его прибыль определяется следующим образом. Можем рассмотреть данную функцию на экране. Например, ваша ставка равна 1000 долларов. Вася назвал 500 долларов, а Петель – 400 долларов. В итоге вы покупаете Вазу за 500 долларов. Аукцион Викри искренний. В нем выгодно назвать свою истинную ставку. Это происходит из-за механизма Викри-Кларка-Кроукса. Если вы назначите ставку ниже, например, 900 долларов, то какой-то из ваших конкурентов может назначить ставку в 950 долларов, и вы не купите Вазу, хотя вам это выгодно. Если вы назначите ставку выше, например, 2000 долларов, то конкурент может назначить ставку в 1500 долларов, и вы купите Вазу за 1500 долларов, хотя вы готовы за нее отдать не более 1000 долларов. Таким образом, оптимальная стратегия в аукционе Викли – назвать свою истинную ставку. И этот аукцион искренний. Так. Механизм аукциона Викли унуждает участников раскрыть истинную ценность товара для них и сделать ставку, равную цене спроса. Цена спроса – это денежное выражение реальной полезности товара для экономического субъекта. Если наивысшая ставка других участников будет меньше вашей цены спроса, то для вас оптимальная будет любая ставка выше этой ставки. Ведь все равно платить придется вторую к увеличению ставку. То есть открывать свои намерения и делать ставку ниже цены спроса и смысленно. Денег вы не сэкономите, а победу в аукционе можете упустить. Если наивысшая ставка других участников будет больше выше вашей цены спроса, то для вас оптимальна будет любая ставка, которая меньше или равна вашей цене спроса. Если вы поставите цену выше, то рискуйте купить товар по слишком высокой цене. Отсюда видно, что оптимальная стратегия будет сделать ставку, соответствующую вашей цене спроса, то есть сказать правду о ценности товара для вас. Недостатков аукциона Викли является недополучением прибыли продавцом, так как товар достается победителю по цене ниже его цены спроса. Тем не менее, механизм аукциона Викли используется в сетях контекстной рекламы Google и Яндекс, поскольку он гораздо экономичнее для проведения, чем английский аукцион. Он требует меньше времени для проведения. Спасибо за внимание. Спасибо. Коршунов у нас есть. Коршунов я здесь. Коршунов Филипп и 011.17. Момент. Все видно? Да. Все еще видно, да, слайды? Угу. Я буду рассказывать про Рональд Фишера и его теорему. Рональд Фишер английский математик по образованию, также биолог-эволюционист. Основываясь на точных математических и статистических расчетах, Рональд Фишер создал модель эволюции в биологической популяции. Фишер первым обратил внимание, что генетика никаким образом не противоречит дарвинизму, а, напротив, предоставляет естественный и твердый фундамент для теории дарвиновской эволюции. Фишер обобщил свои выводы в исторической работе 1930 года о генетической теории естественного отбора, который является, пожалуй, вторым по значимости для эволюционной биологии после дарвиновского происхождения видов. По сути, основатели популяционной генетики осознали простой факт, что эволюция не действует на изолированные организмы или абстрактные виды, а направлено на конкретные двухоспещущих производств, обеназываемые популяциями. Размеры структуры эволюционирующей популяции в большей степени определяют направление и результаты эволюции. Главным вкладом в биологию стала монография генетической теории естественного отбора. После признания в первой половине XX века Менделеевской законной генетики как статистически проявляющейся основой наследственности, встал вопрос, как сочетаются два трудно совместимых фактора – наследственная стабильность дискретных генов и непрерывные вариации наследственности в ходе естественного отбора. Фишер создал модель такого хода эволюции, взяв за основу статистическую кинетику газов Больсмана. В качестве единицы эволюции Фишер рассматривал не отдельные виды, а популяции, содержащие случайное распределение генов. Фишер сформулировал и доказал фундаментальную теорему естественного отбора, в которой утверждает, что интенсивность отбора – пропорциональность величине генетической дисперсии по приспособности эволюционирующей популяции, которая в свою очередь пропорциональна эффективному росту популяции. Размеры структуры эволюционирующей популяции в большей степени определяют направление и результаты эволюции. Качественная суть этих уравнений в том, что одинаковые скорости мутации в популяции большего эффективного размера, отбор более интенсивный. В таких популяциях даже мутации с небольшим положительным коэффициентом закрепляются быстро. С другой стороны, мутации даже с очень маленьким отрицательным коэффициентом быстро устраняются. Данный эффект был строго сформулирован в теореме Фишера. Из теоремы Фишера следует, что эволюции, направляемой только естественным отбором, средняя приспособленность популяции не может уменьшаться. Формально, согласно теореме Фишера, популяция, эволюционирующая с помощью отбора, может только подниматься вверх, таким образом достигнуть только локального пика, даже если его высота значительно меньше, чем высота глобального пика. Вы отключились? На этом все. Спасибо. Надо же как-то не так резко. Раз и все. Хорошо. Началось. Я слышен. Да, да, давайте. Видно экран. Алло. Да, да, давайте. Дилемма заключенного. Дилемма заключенного – это фундаментальная проблема в теории игр, согласно которой рациональные игроки не всегда будут сотрудничать с друг с другом, даже если это в их собственных интересах. Предполагается, что игрок и заключенный максимизируют свой собственный выигрыш, не забосятся о выгоде других. Суть проблемы была сформулирована Мэрилом Фладом, Мелвином Дрэшером в 1950 году. Название дилемме дал математик Альберт Такер. Классическая формулировка дилеммы заключенного такова. Двое преступников, А и Б, попались примерно в одно и то же время на сходных преступлениях. Есть основания полагать, что они действовали по сговору, и полиция, изолировав их друг от друга, предлагает им одну и ту же сделку. Если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, то первый освобождается за помощь следствию, а второй получает максимальный срок лишения свободы. Если оба молчат, их деяния проходят по более легкой статье, и каждый из них приговаривается к полугоду тюрьмы. Если оба свидетельствуют против друг друга, они получают минимальный срок. Игру можно представить в виде следующей таблицы, которая на слайде. Дилемма появляется, если предположить, что оба заботятся только о минимизации собственного срока заключения. Представим рассуждение одного из узников. Если партнер молчит, то лучше его предать и выйти на свободу, иначе полгода тюрьмы. Если партнер свидетельствует, то лучше тоже свидетельствовать против него, чтобы получить два года, иначе десять лет. Стратегия свидетельствовать строго доминирует на стратегии молчать. Аналогично другой узник приходит к такому же выводу. С точки зрения группы, лучше всего сотрудничать друг с другом, хранить в молчании и получить по полгода, так как это уменьшит суммарный срок заключения. Любое другое решение будет менее выгодным. Это очень наглядно демонстрирует, что в игре с ненулевой суммой парета оптим может быть противоположным равновесию нэша. Тут некоторые термины. Игр с нулевой и ненулевой суммой. Игра с нулевой суммой – это разновидность игр с постоянной суммой, то есть таких, где игроки не могут увеличить или уменьшить имеющиеся ресурсы. А игр с ненулевой суммой выигрыш какого-то игрока не обязательно означает проигрыш другого, и наоборот. Исход такой игры может быть больше или меньше нуля. Равновесие нэша – это концепция решения, одно из ключевых понятий теории игр. Так называется набор стратегии в игре для двух или более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш. Изменив свою стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют. Оптимальность папоретта – это такое состояние некоторой системы, при котором значение каждого частного показателя, характеризующего систему, не может быть улучшено без улучшения других. Повторяющаяся дилемма заключенного. В книге «Эволюция кооперации» 1984 года Роберт Аксель Ротт исследовал расширение сценария дилеммы, которую он назвал «Повторяющаяся дилемма заключенного». В ней участники делают выбор снова раз за разом и помнят предыдущие результаты. Аксель Ротт пригласил академических коллег со всего мира, чтобы разработать компьютерные стратегии, чтобы соревноваться в чемпионате по ПДЗ. Программы, вошедшие в него, различались полагритмические сложности, начальные враждебности, способности к прощению и т.д. Аксель Ротт открыл, что если игра повторялась долго среди множества игроков, каждый с разными стратегиями, жадные стратегии давали плохие результаты в долгосрочном периоде, тогда как более альтруистические стратегии работали лучше с точки зрения собственного интереса. Он использовал это, чтобы показать возможный механизм эволюции роттруистического поведения из механизмов, которые изначально чисто эгоистические. Лучшей детерминистической стратегией оказалась око за око. Стратегия проста. Сотрудничать на первой итерации игры. После этого игрок делает то же самое, что делал оппонент на предыдущем шаге. Анализируя стратегии, набравшие лучшие результаты, Аксель Ротт назвал несколько условий необходимых, чтобы стратегия получила высокий результат. Она должна быть доброй. Это важнейшее условие. Стратегия должна быть доброй, т.е. не предавать, пока этого не сделает оппонент. Мстительный, успешный стратегия должна быть слепым оптимистом. Она должна всегда мстить. Прощающая, она должна уметь прощать. Т.е. отомстившись, они должны вернуться к сотрудничеству. Аксель Ротт, независливая, это последнее качество, небезависимым, т.е. не пытаться набрать больше очков, чем оппонент. Таким образом, Аксель Ротт пришел к топично-звучающему выводу, что эгоистические индивиды во имя их же эгоистичного блага будут стремиться быть добрыми, прощающими и независливыми. Если в одноходовой игре в любом случае доминирует стратегия предавать, то в многоходовой оптимальная стратегия зависит от поведения других участников. К примеру, если среди населения все друг друга обманывают, а один ведет себя по принципу око-за око, он оказывается в небольшом проигрыше из-за потери на первом ходу. В такой популяции оптимальная стратегия всегда предавать. Если же число из поведающих принципов око-за око больше, то результат уже зависит от их доли в обществе. Вот видим диаграммки всякие, от процентного соотношения зависит с результатами. Равновесие байс-неша. Если определить оптимальную стратегию можно двумя путями, это равновесие байс-неша. Если определено статистическое распределение встречаемого поведения, то стратегию можно вычислить математически. И по методу Монте-Карло. Делается симуляция популяции, где индивиды с низкими результатами вымирают, а с высокими воспроизводятся. Используется генетический алгоритм поиска оптимальной эволюции стабильной стратегии. Структура поведения в конечной популяции зависит от структуры в начале. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. Кто у нас? Да я. Нельсон. Нельсон, вы все-таки появились. Давайте вас попробуем послушать. Алло. Да, подключитесь, пожалуйста. Алло, я за Нельсона покажу презентацию. Да, хорошо. Ах, хорошо. Да, хорошо. Вот у меня это тема «Играть жизнь». Да, начинайте, начинайте. В 1970-е годы немецкий ученый Штефан Рафлер создал интересные модификации жизни. Клеточного автомата, придуманного в 1970-е годы, Джона Конвент, который вместо дискретной прямоугольной сетки жизни развивает непрерывной среды. Правильная игра. Вместо действия этой игры. Вселенная – это размечения на клетке. Я вас слушаю. Мы все вас слушаем. Вы замолкаете постоянно. Это вас песня, нет? Дополнительно. Клетка имеет весель, сосед. Вместо этой игры – вселенная. Это размечения на клетке, поверхность или плоскость, которая ограниченная или замкнутая. Клетка имеет восемь состояний окружающих ее. В ней имеют форму дисков, планеры, которые могут летать в любых направлениях и вводить хороводы. Получается совершенно завороживающая картина. Каждая клетка на этой поверхности может находиться в двух состояниях. Бить живой, заполненной или быть мертвой, пустой. Боль – быть живой. Боль – быть мертвой. Распределение клеткой в начале игры называется первым поколением. Каждое следующее поколение расчивается на основе предыдущего правила. На пустом поле рядом, с которым равно три живые клетки, зарождается новая клетка. Если у живой клетки есть два или три живые соседки, эта клетка продолжается жить. Если сосед меньше два или больше три, клетка умирает от единочества или от перенаселенности. Соответственно, игра прекращается, если на поле не останется ни одной живой клетки. Конфигурация на очередном шаге в точность без сдвигов и поворотов повторит себя на одном из более ранних шагов. Складывается периодическая конфигурация. При очередном шаге ни одна из клеток не меняет своего состояния. Складывается стабильная конфигурация. Предыдущие правила, выраженные до одного шага назад. Эти простые правила приводят к огромным разнообразным формам, которые могут возникнуть в игре. Преимущество игры в том, что игрок может не принимать прямого участия в игре, а лишь расставлять или генерировать начальную конфигурацию живых. Клеток, которые затем взаимодействуют согласно правилам уже без его участия. Он является наблюдателем. После опубликования правил было обнаружено несколько интересных вариантов расстановки живых клеток в первом поколении. Например, некоторые фигуры остаются неизменными во всех последующих поколениях. Состояние других периодически повторяется. В некоторых случаях с смешением всей фигуры существует фигура dire earth всего из семи жизни. Клеток потомки, которые существуют в четверти 130 поколений, а затем исчезают. Комби предположил, что никакая начальная комбинация не может привести к неограниченному разношению, но чуть позже, группа из Массачусетского технологического института. Придумал неподвиженную повторяющуюся фигуру, которая периодически создала движущуюся планеры. Таким образом, количество живых клеток могло расти неограниченно. Затем были найдены движущиеся фигуры, остающие за собой мусор из других фигур. К настоящему времени более-менее сложилась следующая классификация фигуры. Устойчивые фигуры, которые остаются незаменимыми. Долгожитель фигуры, которые долго меняются, прежде чем стабилизироваться. Периодические фигуры, у которых состояние повторяется через некоторые числа поколений. Двигающие фигуры, у которых состояние повторяется, но с некоторым смешением. Долгожитель фигуры, у которых состояние повторяется, но дополнительно появляется двигающие все фигуры. Паровозы, двигающие фигуры, которые оставляются за собой следы в виде устойчивых или периодических фигур. Пожиратели, устойчивые фигуры, которые могут пережить столкновение с некоторыми двигающимисями фигурами. Фигура, которая при столкновении и некоторыми фигурами дублируется, несмотря на все эти фигуры. Все еще имеется клетка под названием райский сад, у которого не может быть предыдущего поколения. Практически для любой игры. Состоянная клетка, в которой определяется несколькими соседями на предыдущем шаге. Влияние на развитие наук. Хотя игра состоит всего из двух простых правил. Тем не менее, она более срока лет привлекает представленное внимание ученых. Игра жизни и ее модификация повлияла в ряде случаев взаимно. На многих разделах таких точек наук, как математика, информатика, физика. Теория автоматов, теория алгоритмов, теория и математическое программирование. Алгебра и теория чисел, теория вероятностей, математической статистики, комбинаторика и теория графов. Фрактальная геометрия, вычислительная математика, теория принятия решения, математическое модирование. Для себя, по презентации, я поняла, что эта игра является дискретной динамической системой. Клеточного автомата, то есть расчетка, в которой каждая ячейка имеет, конечно, числа состояний. А самое это состояние определяется через расчетку задания правиле прихода. Данная игра является собой едва ли не простейший клеточный автомат. А представить себе, что каждая клетка имеет не два, а десяток разных состоянных. Их изменение зависит не только от соседних восьми клеток, но и от шестых на втором периметре. Такие клеточные автоматы – это один из самых простых примеров того, что иногда называется самоограничевание системы. Это предметная область привлекла внимание ученых и математиков из различных областей. В ней изучают построение сложных структур и форм, поведение на основе очень простых правил. Например, появление лепесток, роз или полос на зебре из растущих рядом клеток. Поэтому изучение конечных автоматов может привести к совершенно неожиданным результатам. в абсолютно разных наук. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Давайте мы тогда… Кто у нас остался? Жилина. Здравствуйте. Хорошо слышно меня? Вас слышно? Хорошо. Включаю к конституции экрана. Секундочку. Так, что вам видно? Видно презентацию? Презентацию не видно, видно браузер. Я думаю, вы шарите окно, а не весь десктоп. Да, сейчас. Доступно? Так, да. Да. Меня зовут Жилина Анастасия, и я выступаю с докладом на специальный рост. Канал. Сейчас вам расскажите, пожалуйста. Алло, меня слышно? Да, да, все нормально, слышно, все нормально, начинайте. Система экспоненциальный рост экономики. Да. Выражение экспоненциальный рост обозначает возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна… Вы отвалились, вы отвалились. Изображение пропало. Пропали вы, да. Система экспоненциальный рост экономики обозначает возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины. Причиняется экспоненциальному закону. Экспоненциальный рост поставляется более медленной, линейной или степенной зависимостью. Скажите, презентацию видно целиком? Она переключается или нет? Не переключается. Переключается. Секунду. Сейчас видно? Так, сейчас видно, да. Вот, да, все, зашарили. Да, все хорошо, переключается на полный экран. Все хорошо. На полный экран, да. Давайте. Итак, выражение экспоненциальный рост вошло в наш лексикон для обозначения быстрого, как правило, безудержного увеличения. Она часто используется, например, для описания стремительного роста числа городов или увеличения численности населения. Однако в математике этот термин имеет точный смысл и обозначает определенный вид роста. Рассмотрим более подробно экспоненциальный рост на примере численности населения. Для популяции человека, например, коэффициент рождаемости примерно пропорционален количеству репродуктивных пар, а коэффициент смертности примерно пропорционален количеству людей в популяции. Обозначим его за n. Когда в разумном приближении рост населения равен числу рождения, минус число смертей, равно r умноженное на n. Экспоненциальный рост имеет место в тех популяциях, в которых прирост численности, то есть число рождений минус число смертей, пропорционален числу особей популяции. Для популяции человека, например, коэффициент рождаемости примерно пропорционален количеству репродуктивных пар, а коэффициент смертей примерно пропорционален количеству людей в популяции. пусть dn – это число особей, добавившихся в популяции за время dt. Если в популяции в общей сложности n особей, то условия для экстенциального роста будут удовлетворены, если dn равна rn на dt. После того, как в XVII веке Сан-Ньютон изобрел дифференциальные исчисления, мы знаем, как решить это уравнение для n-численности популяции в любое заданное время. Такое уравнение называется дифференциальным. Вот его решение, но показано на слайде, где n – нулевое, число особей в популяции на начало отсчета, а t – время, произошедшее с этого момента. Символ e обозначает такое специальное число. Оно называется основанием натурального логарифма и приблизительно равно до целых 7 десятых. И вся правая часть уравнения называется экспоненциальная функция. Чтобы лучше понять, что такое экспоненциальный рост, представьте себе популяцию, состоящую изначально из одной бактерии. Через определенное время, через несколько часов или несколько минут, бактерии делятся надвое, тем самым удваивая размер популяции. Через следующий промежуток времени каждая из этих бактерий снова разделится надвое, и размер популяции вновь удвоится. Теперь будет уже 4 бактерии. После 10 таких удвоений будет уже более 1000 бактерий, после 20 – более миллиона и так далее. Если с каждым делением популяция будет увеличиваться, то ее рост будет продолжаться до бесконечности. Пример с шахматой доской, как и с воображаемыми бактериями, показывает нам, что никакая популяция не может расти вечно. Рано или поздно она попросту исчерпает ресурсы – пространство, энергию, воду, что угодно. Поэтому популяции могут расти по экспоненциальному закону лишь некоторое время, и рано или поздно их рост должен замедлиться. Для этого нужно изменить уравнение так, чтобы приближение численности популяции к максимально возможной, которая может поддерживаться внешней средой, скорость роста замедлилась. Назовем эту максимальную численность популяции К. Тогда видоизмененное уравнение будет выглядеть так. ДН равно РН 1 минус Н, деленное на К, умноженное на ДТ. Когда Н намного меньше К, членом Н, деленное на К, можно пренебречь. Мы возвращаемся к первоначальному уравнению обычного экспоненциального роста. Однако Н приближается к своему максимальному значению К, значение единицы. Минус Н, деленное на К, стремится к нулю. Соответственно, стремится к нулю и рост численности популяции. Общая численность популяции в этом случае стабилизируется и остается на уровне К. Кривая, описываемая этим уравнением, а также само уравнение, имеют несколько названий. С-кривая – логическое уравнение. Как бы она ни называлась, это достаточно простое выражение численности популяции, резко возрастающей экспоненциально, а затем замедляющейся при приближении к некоторому пределу. Она гораздо лучше отражает рост численности реальных популяций, чем обычная экспоненциальная функция. Большое спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Кто у нас? Ермитов? Ермитова нету. А кто еще по списку был? Все? Желающих больше нету. Я еще, Матвей Плодислав. Ну так, лайки. Да, сейчас. А почему вы не под корпоративным сошли? Я не помню пароль. Я как бы в тот раз создавал предыдущий предмет. Вот я тоже был просто вот так. Подключились? Пробуйте. Нет. Организаторы собрания или выступающие. Нет, раздавали. А вот все. Завязательно. Так, сейчас. Дрель это у вас работает? Нет. У меня не может. У меня нет никакой трерии. У меня может микрофон просто дребезжает. А, понятно. Нет, ничего не видим. Но я загружаюсь. Транслятся. Очень плохо слышно. Да. Вот теперь. Нет ничего. До сих пор ничего не интересного. До сих пор ничего не интересного. Нет ничего не интересного. А сейчас. А сейчас. Так, что-то появилось. Что-то видно. Нет, презентации не видно. А вот сейчас видно, да. Хорошо. Пока ничего не видно. Ну, потому что все залагалось сейчас. Секунду. А, вот. Все. Делема заключенного. Это фундаментальная проблема в теории игр, согласно которой национальные игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах. Предполагается, что игрок максимизирует свой собственный выигрыш, не заботится о выгоде других. Суть проблемы была сформулирована Мэрилом Фладом и Мелленом Дрешером в 1950 году. Название дилеммы дал математик Альберт Тайкер. Так, рассмотрим следующий сценарий. Двух заключенных допрашивали по отдельности. Каждому предложили следующие варианты, признаться или нет. В этой ситуации заключенный А должен осознать следующим образом. Независимо от того, что делает Б, я должен признаться. Если Б не признается, я должен признаться, потому что тогда меня отпустят. Если Б признается, я должен признаться, потому что тогда мне дадут срок 8 лет вместо 10. Поэтому ясно, что в моих интересах признаться, несмотря на то, что делает Б. Заключенный А одновременно рассуждает точно так же, невзависимо от того, что делает Б. В интересах заключенного А признаться по тем же самым причинам. А если каждый будет делать то, что явно в его интересах, каждый получит тюремный срок 8 лет. Но парадокс в том, что если бы они действовали сообща, а не исходя из личных интересов, каждый бы получил только 6 месяцев. Каждый достигает большего действия сообща, чем тогда, когда ищет выгоды только для себя. Данный пример показывает, что иногда в наших личных интересах действует достижение общего блага. Парадоксально, но постоянное преследование кем-то своих интересов придет, по крайней мере, в некоторых ситуациях улучшение положения этого человека вместо того, чтобы улучшить его положение. Данный пример показывает, что иногда в наших личных интересах действует достижение общего блага. Парадоксально, но постоянное преследование своих интересов придет, по крайней мере, в некоторых ситуациях улучшение положения. Но это я уже читал. Но стоит отметить, что это касается игр с ненулевой суммой. Антагонистическая игра или игра с нулевой суммой. В сервере на теории игр антагонистической игрой называется некорпоративная игра, в которой участвуют два или более игроков в выигрыше, которых противоположны. То есть, а дилемма заключенного – это игра наоборот. Который так не работает. Так, другие примеры, ну, из аналогичной теории игр. Пример первый. Одно поле кормит 100 коров, до 100 людей, приносит доход 100 долларов в год. Каждый дополнительный коровый на поле доход на каждую корову уменьшается. Допустим, на 75 коровы. Так, на поле остается мало подножного корма. И каждый фермер рассуждает так. Если я добавлю одну корову, я заработаю 199 долларов вместо 100. Поэтому в моих интересах добавить корову. И каждый добавляет по корове. И теперь они зарабатывают только 25 долларов с коровы. По 50 за две коровы. Этот пример также обобщает то, что в любое время там, где существуют ограниченные ресурсы и общий доступ к этому ресурсу, постоянное присоединение личных интересов по поводу использования ресурсов будет работать не только против общего интереса, а также и против личного интереса. Вывод. Иногда в наших личных интересах действует сообща, уделяя внимание общему благу. Еще один пример. Это проблема коррективного действия. Преследование личного интереса может казаться единственным разумным выбором. Но это не всегда так. Ведь каждый собект экономики рассуждает точно так же. Это будет вести к тому, что все окажутся менее успешными, чем если бы они действовали сообща. Это классическая проблема коррективного действия. Как мы можем создать систему сотрудничества, которая в каждом будет лучше, зная, что, как ни парадоксально, для сотрудничества не является ничьим интересом. Повторяющийся дерево заключенного. Вернемся к деревне заключенного. Предположим, что мы поменяем ситуацию так, что заключенному сто раз предлагают одну и ту же сделку. Это похоже на деловую ситуацию с повторными контрактами с одним и тем же партнерами по бизнесу. Затем, предположим, мы начнем думать о том, какие стратегии могут применить люди для того, чтобы удовлетворить личный интерес. Социальный теоретик по имени Роберт Аскерольд разрабатывал игру, чтобы проверить различные стратегии для непопадания в тюрьму. Для дилеммов повторных заключенных стратегия одного человека может быть сотрудничать первые 10 раз, чтобы получить доверие, а затем признаваться каждый раз, чтобы эксплуатировать доверие. Стратегия другого человека может быть всегда признаваться, другого всегда сотрудничать и так далее. Аксерольд затем проверил стратегии друг против друга и нашел удивительного и явного победителя. Лучшая стратегия для увеличивающего личного интереса в конечном счете, где есть сильное искушение отказаться от сотрудничества в пользу личного интереса, была стратегия око-за-око. Сначала сотрудничаем, затем в последующих раундах делаем то, что наш противник делал в предыдущем раунде. Есть ясные причины, почему эта стратегия оказалась лучшим. Назовем стратегию хорошей, если она увлекается сотрудничеством. Плохой в обратном случае. Тогда, когда око-за-око встречает хорошие стратегии, они помогают друг другу преуспевать, оба игрока выигрывают. Когда око-за-око встречает плохие стратегии, проигрыш происходит только раз. Но это поражение быстро становится неважным, так как оно отвечает тем же. Когда око-за-око встречает смешанные стратегии, эта стратегия получает помощь от хороших стратегий и не получает вреда от плохих. И поэтому происходит успешно. Когда плохие стратегии встречают плохие, они тян друг другу вниз. Таким образом, независимо от того, какая комбинация стратегии находится в игре, в конечном счете лучше иметь этическое кооперативное поведение в качестве вашей стратегии по умолчанию. Спасибо, спасибо. Интересно. Очень. Картинки очень интересные. Почему выбран такой заключенный, очень с неоднозначной репутацией? Ну, персонаж интересный. А, вы поклонник доктора Лектора? Я бы так не сказал. Ну, это не доктор. Ну ладно. Ну, да. Хорошо. Кто еще? Все, больше никого нету. Правильно я понимаю? Ну, тогда мы на сегодня... А, кто-то остался. Кто остался? Я Ярмитов. Я Ярмитов, Корма. Камран, почему вы не подключились под собой опять? Камран, кто? Опять вы под собой не подключились? Да, я вот подключаюсь через компьютер. Ладно, сейчас я вас поставлю выступающим. Давайте, выступайте. Сейчас, секунду, я просто подключусь. Давайте, давайте, давайте. Спасибо. Продолжение следует... 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 если есть кто-то который дает команде если вы сейчас будете тормозить я просто отключу вас и все на сегодня мы прекратим с вами разговоры потому что это просто неуважение к присутствующим и и и и и и и видите да это первая страница у вас нет это 2 наверное да вторая вот это моя тема а модели написано кто вы от какой группы почему в конце мации вот в конце это должно быть вначале я могу поменять не надо показывать пожалуйста вот это моя тема и социолог марк грана ветер предложил очень простую метро математическую модель толпы готовы ученичку беспорядкой каждый человек в толпе имеет и некий порог порог это количество людей уже принимающих участие в беспорядках которого достаточно для присоединения к ним этого человека для иллюстрации дальнейшего развития событий и грана ветер предложил очень простое распределение порога в котором каждый из 100 человек рассматриваются студентские бунты обладал своим уникальным значением иными словами первый участник имел нулевой порог которому нужен был один человек к третьему два и так далее вплоть до самого закрепленного консерватора который примкнет к беспорядкам лишь после того как к ним присоединятся остальные 99 человек что же произойдет сначала ни с того ни с сего мистер безумие студент с нулевым порогом начнется вариаться всем что попадет ему под подругу затем к нему присоединяться его товарищ с порогом 1 к которому нужен только один человек чтобы принять участие в беспорядках вместе эти двое подстрекатели вовлекут третьего парня с порогом 2 этого окажется достаточно чтобы к ним присоединился 4 за ним 5 и так далее ну выполнили в соответствии с данным конкретным распределением порога в итоге вся толпа и приметы части в беспорядках это здравствует хаос допустим однако что в неком соседнем городе по той же самой причине собралась по той же самой причине собралась точно такая же толпа вообразим что в ней пороги распределились так же как и в первой за одним маленьким исключением если же если в первой если в первой каждый имел уникальный порог то в этой порога 3 нет ни у кого зато у двоих 4 как заправить поведет себя толпа номер 2 все все начнется точно так же точно так же мистер безумие становится зачинщиком к нему присоединяется его товарищ затем парень с порогом 2 и тут стоп порог 3 нет ни у кого у двух следующих студентов наиболее склонных к участию в беспорядках порог номер 4 в итоге мы имеем всего трех дебоширов на этом потенциальный закончится дункан от здравый смысл врет модель массовых беспорядков вектора можно применить к любому событию чтобы понять поведение людей у каждого человека есть свой порог для принятия равных решений сколько людей должно начать переходить на красный свет светофора чтобы вы к ним присоединились от сколько знакомых услышать о поездке в Таиланн чтобы решить туда отправиться сколько мнений вам нужно чтобы купить айфон для каждого из событий у нас есть число которые после после которого мы принимаем решение представьте как сложно в такой модели донести до людей новые идеи мы возьмем женщину которая только что стала матерью как не когда нее донести мысль что грудное скармливание полезно для на протяжении нескольких лет если со всех сторон она получает информацию что кормить нужно по часам и до года как объяснить молодой маме что ребенке не нужны памперс и его можно высаживать сравните с одной стороны все говорят про памперс а тут чудак нашелся говорит противоположный так как порог у среднего человека средний то прислушиваться к мнению одного человека не будут люди будут делать делать то что говорят все окружающие потому что их количество превышает это требуемые порог модель массовых беспорядков грани ветра может многое объяснять в нашем обществе о каком без по каком порядке на дорогах можно говорить если первым его нарушать полицейские и чиновники тем самым они дают пример и запускает цепные реакции решать проблему нужно на корню не давая им развернуться как в теории разбитых окон теория грана ветер можно использовать в продажах человек купит у вас товар если услышать рекомендации о нем из нескольких независимых источников лучше всего примите эту теорию к себе осознать наличие своих порогов и пересмотреть их на мой взгляд многие из порогов нужно нужно сбросить в ноль то есть стать открытым новым идеям и быть проводник проводником а другие а другие пороги установить бесконечность чтобы не следовать за толпой все спасибо а вот для свою фамилию написать имя написать правильно не можете да смысле ну на последней странице постричь и мы правильно заявим а вторая буква какая а или я я а тогда почему в логине вы пишите раздвоение просто студентском написано через я потому что свидетельство о рождении логине вы написали это вы сами жлаги написали это не вошла минутам в паспорте у меня через хорошо ладно все ладно да спасибо спасибо итак кто у нас это хотела выступить давайте т.т. алё да под круче подключайтесь да я подключайтесь вы да 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 решение у меня и как Так же можно назвать деревом классификация или реквизионный деревом. Среди два поддержки принятия решения используются в машинном обучении анализе данные статистики. Структура дерева представляет собой лиски и ветки. Наривая витка дерева решения записанных атрибутей, от которых зависит целевая функция в листе записанных значений с левой функцией. А в остальных руслях атрибутей, по которым разрешаются случаи. Структура дерева решения строит связь с помощью пяти элементов. Один момент принятия решения. Два. Точка возникновения события. Три. Связь между решениями и событиями. Четыре. Вероятность наступления события. Сумма вероятностей у каждой точки должна быть равна один. Аж дай мой значения послития количественной выражения каждой альтернативной распоряжения в конце ветки. Расскрежье решение представляет собой выбор из двух вариантов. Да или нет. У нас типы узлов. Дерево решения состоит из трех типов узлов. Узли решения. Обычное представление квадратами. Вероятность узлов предоставляется в виде круга. Замекающие узлы предоставляются в виде треугольника. Символическая схема. Обычно дерево решения в какой-то столе в виде символической схемы благодаря которым я прошу его воспринимать и анализировать. Типы деревья. Дерево решения бывают двух основных типов. Дерево для классификации, когда предсказываемый результат является классом И, которому принадлежат данные. Дерево для регрессии. Когда предсказываемый результат, можно рассматривать сколько вещественных числов, например, тена на дом или продолжительность прививания пациента в больнице. Некоторые методики позволяют построить более одного дерево решения. Дерево для регрессии. Дерево для регрессии. на основании прироста информации виба на основании претерия дженни. Алгоритм C45, уличная версия ID3, где вибор атрибута происходит на основании нормализованного прироста информации. Алгоритмы C45, уличная модификация, ант-карт, бид-карт. Автоматический дитектор, безмодельствует, ир квадрат, C-ID. Автоматический дитектор, безмодельствует, иритм. Автоматический дитектор, безмодельствует, иритм. На практике в результате работы этих алгоритмов часто получаются слишком детализированные цифры, которые при их дальнейшем применении дают много ошибок. Это связано с явлением, переобучение. Для сокращения диридам используется от течения веществ. Автоматический дитектор, безмодельствует, иритм. Автоматический дитектор, безмодельствует, иритм. Модели для построения и исследования дириды решений в составе больших аналитических платформ. Они связываются удобными инструментами в системах поддержки принятия решений и интеллектуального анализа данных. Дириды решений успешно применяются на практике в следующих областях. Иритм. 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 А не ноки слет. счет меняют своего использования на станция важны инструментом управления бизнес после сам принятия решения спасибо спасибо мы вас прослушали все как я понимаю больше никого нету да а кто-то еще есть кто 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 никого не слышно кто-то пытался сказать не слышно ничего как кто-нибудь еще есть не слышно никого алё алё ну что ж будем считать что мы на сегодня закончили больше никого нету пожалуйста посмотрите когда сдаются тесты и тесты пожалуйста вовремя сдайте так ангетели появился но вас не слышно вас не слышно совершенно где-то ли вас не слышно не слышно ничего не слышно но тогда мы на сегодня завершаем по времени может все завершили до свидания всем до свидания